Всех приветствую на канале для пострадавших от психотеррора, с вами я Андрей Шутов и у меня сегодня в гостях новый пострадавший, я у него беру интервью, зовут Петр. Петр, расскажите откуда вы, в каком году начался психотеррор и что с вами происходит? Начался он в закрытой фазе 15 лет назад, а в открытой где-то 7 лет. Где это началось у вас? Откуда вы? Это мы, это Крылацкая. Это где вообще, что, город? Да, ну район. Да, а вы с Москвы, то есть с России? Да. Это вам трудно сейчас говорить, вас запекали что ли ночь, да, получается? Да, вообще тяжело говорить. Может быть вы отойдете потом? Я тут записи сделал, специально вчера записил. Аудиозапись или как? Нет, ну вот все, наметил тут, ну, руку на этом. На риске? На пол, да. Я понял, да вы сейчас можете рассказать или вам очень тяжело, может ли потом запишем? Нет, вот я что вам могу сказать. Жила над нами бабка, да, вот, с сыном. Это в каком году? В каком, это вот я год-то не помню уже, какой там был. Ну вкратце 5 лет. Это лет 20 назад, наверное. Ага. И там она что-то, то ли колдунья была, то ли кто, в конце концов, там нам что-то подбрасывал на балкон. Ну, в конце концов, там она сбросилась с этажа. Так. Здравствуйте. А было у нее еще, я не знаю, кто там был, какой-то мужчина еще жил, родственник. Он там курил, выходил там в подъезд. И в подъезде его убили. А бабка сбросилась, да? То есть, какой-то криминал какой-то был вообще. А бабка сбросилась? Бабка сбросилась с четвертого этажа? Или с какого-то? Да. А, ясно. Ого. Да. Ну, вот, они нам что-то там говно там подкидывали, что-то всякую гадость делали. Потом вот там что-то пришла полиция, а это ничего, она не пояснила. Никаких разговоров о котором не было. Как будто все... Все знали. Так. Потом. Потом что началось там? Заселились. Стуки там пошли. Вода какая-то постоянно льялась в ванной. Так. Ну, вот, там у родных там начиналось, как будто он там с кем-то, я ему говорю, он напьется, он с кем-то там говорит. Начинал разговаривать. А я его спрашиваю, а с кем ты говоришь? Да это мой этот, как его, знакомый по работе. Часто там, как напьется, он начинает разговаривать. А, он даже в трезвом состоянии, он тоже начинал говорить. Так. Страстью там наводить. Ну, вот, там, знакомый там меня, вот этот, компьютеру приучил, там игр, играй, вот, показывал игры, какие там... Ты там сначала... Пропали в руку, да, уже, уже, алё. Алё, да, 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 рассказывайте. Потом ужастики там какие-то показывали. Ну, в общем, он знакомый, а этому знакомому потом кто-то, он говорит, он купил компьютер, ему разбили, там, окно в машине, кто-то там сел. Потом новый компьютер, там, купили, старый там весь тормозил. Ну, кто-то там прям начала куча народу заходить, там какие-то бабки начали заходить, мы со знакомым покупали. Ну, и на такси мы, как бы, привезли его. Долго, в общем, я за компьютером сидел, там, лет 10. Потом у меня ещё в игры там отец знакомый, вот эти игровые автоматы затаскивал. У меня была такая способность определять, там, выиграю, не знаю, кто-то подсказывал, как будто вот это, ну, как на уровне интуиции, что я могу там выиграть. Ну, там, допустим, доходил, там я до 10 тысяч, а потом это какой-то назад входил и всё проигрывал так много раз, не знаю. Потом появились вот эти ставки, у меня туда начали таскать. Там я пытался, ну, свою систему сделать, ну, сделать, как их обыграть. Подолгу смотрел, а мне охранники говорят, что ты тут стоишь, давай ставь. Ну, вот, и посылаясь голоса, ты проиграешь, вот, как я усиленно начал ходить туда, мне начали посылать голоса. Потом дома сижу, говорят, не выходи, опасно. В храм иду, тоже опасно. Когда продукты покупаешь, говорят это, умрёшь, что-то такое, яд, умрёшь, вот такое. Вот они доводили меня частотами, вот, довели до бессонницы, простодит навели, артроз колени. Так, что ещё? Так, вот это я уже говорил. Вот так, что ещё не там. Ну, вот они сейчас тоже продолжают, там, что-то двигают, когда мы разговариваем. Так, что... А-а-а... А, замечал всё, вот, на улице, они в начальной фазе просто следили там, что-то с телефонами ходили, за мной, за родными. О чём мы говорим там? Слушали. Пришлось там не устроиться, ну, курьером там я устраивался, часто метро ездил. В толпе они там, как-то, не знаю, как-то вот сидишь и чувствуешь, вот, как-то они передают. Вот, кто-то заходит к тебе, и становится плохо. Потом было ещё хуже, потом началось... Вот я проработал там, а, и фирмы почему-то закрывались, вот, как я начинал работать, то... То они куда-то там начали переезжать, но я, правда, не захотел там другой район. Куда-то они там переезжали, в Подмосковье. Так, потом они мне сделали галлюцинации на воде. Вот, как будто сидишь и расплывается всё. Голоса какие-то там не слышат. А, ещё говорили, молись там постоянно, ты нагрешил. Ну, мне страсти там блудные посылали. Вот эти все сайты там, вот эти, порнографию, тоже там всякую рекламу, заходишь. Пускают звон в ушах, вызывают рвоту они. Запоры там. Когда работал, там неожиданно понос вдруг в дороге начинался. Не знал там, куда бежать. Так. Ну, вот, желудок тоже испортили. Постоянно вот что-то поем, и какая-то рвота идёт. Ну, в общем, конкретно. Зрение они мне посадили. Было 90, стало 50. Скажите. Ну, допустим, ну вот я, и голоса там говорили, это, три дня меня там водили, я три дня, то есть дома не ночевал, там родители написали меня в розыск. Потом что-то я хотел обратно, а денег у меня не было, ну вот я там в метро проехал, там меня провели, а вот как найти, что-то пытался обратно ехать, а кого-то кто-то путал. Пришлось к родственнице приехать, я ей рассказал, она вызвала скорую, говорит, голосами меня мучает, такой этот, ну этот, из медслужбы, он говорит. Что, а, говорит, ну, где вы были, спрашивал, что делали, я говорю, ну вот знакомому ездил, там выпивали, что-то я так и не понял, как он определил, что меня в больницу забирать, ну вот эту специальную там больницу. Как они любят всех отправлять, то да, есть кто неугодный. Потом говорит, я вызову бригаду, там я просек, что они меня забрались, я хотел запереться в этом туалете. Он стоял надо мной, говорил, нет-нет, давай, выходи быстрее, сейчас поедем. Ну вот, отвезли, месяц я там пролежал в больницу, там, ну там часто лежал, то есть сил не было, какая-то вот такая меланхолическое состояние. У меня такое вообще, то есть, когда мало с людьми разговариваю, вот оно такое. Потом мне психологов там начали подсовывать, там они порисую, определи, мы сейчас определим твой тип. Говорит, тебе надо адаптироваться в обществе, давай походим на это, реабилитационный центр. В общем, уговорили, а накануне врачами говорят, мы тебя выписываем. Они родителям, ну, навязали, чтобы я в реабилитационный центр ходил. Потом в реабилитационном центре там это, ну, вроде там какие-то там кружки были там, лепили там. Ну, они обычно по психологии любили запускать там, ну, заставляли в этот кружок ходить. Чем вы там занимаетесь, спрашивали, что какие у вас проблемы в семье. Такого плана, все там делились, рассказывайте свои проблемы, якобы они решают. Ну, и потом, а, там у них был кружок рисования, так, чуть не дают вспомнить рисование. Бум, бумажные конверты они там, где что-то делали. Потом по ремонт, конечно, какой-то там у них ремонт этой мебели. Ну, вот, они мне потом, и каждый день они там назначали лекарства, там какие-то лекарства, уколы. После этих лекарств у меня опять начались вот эти галлюцинации. Я и пожаловал с этой, ну, главной заведующей. Она говорит, ну, давай я тебя свела там, какой-то назвала этот, ну, придуманный диагноз. Типа какая-то там, типа когнитивная там, не знаю, вред какой-то. Давай мы тебя положим снова. Я говорю, не, не надо меня ложить, я уже належался. Надоело уже всё это. Он там, как, там не надо было на реверсацию лежать, там надо было ездить, там каждый день. Ну, вот, потом я ездил к мощам Даниила, он мне как бы, то ли они сняли, то ли, ну, в общем, прошло, прошло это состояние. Один раз я свяжу, мне говорит, подходит мужчина, говорит, что у тебя глаза такие, они делали вот у меня взгляд такой был, как у наркомана. Я говорю, да не знаю, вот, после больницы, он говорит, иди проверь зрение. Вот я начал проверять, ходил по поликлиникам раз 7, проверял зрение. Я говорю, вот галлюцинации, откуда они? А они говорят, это у тебя не в глазах, это в мозгу. Потом МРТ два раза делал. Там нашли две кисты. Так, что ещё можно? Ну, вот, мысли там злые, ярость там пускали. А, делали так, говорили мысли, выбрось там, я на балкон выходил. А мне что-то стало страшно, я стою на балкон, говорю, нет, пересилился, оставал уже на балкон, но пересилил. Что-то последний момент выручила. Ну, там я всякие смотрел, потом усиленно они, им не нравилось, я усиленно вот это смотрел. Алла Петухова, я не знаю, сейчас в Москве действует этот, и туда, если можно обратиться. Вот этот Мост Комэка, много случаев там замеряли, это превышение. Насколько я знаю, вот, кто замерял, то есть этот сигнал, кто там соседи, соседи, он... Вроде определяется где-то на какое-то время, и они сразу отключают её. Вызывают службу, а они ничего... Всё, всё наглухо, всё чисто становится, делают так, что ничего не докажешь. То есть, если это фиксировать, то нужно какие-то приборы специальные, либо в арену брать, либо, не знаю как. Ну, в общем, это... Я понял, это какие-то уже мафия пошла. Они молодёжь внедряют... Сначала с молодёжью я смотрел на сайтах, они там их вербуют. Там спрашивают, чем работаешь, чем занимаешься, какие интересы в этих социальных сетях. Вот. А, ещё было, я вспомнил, аденоиды мне были. И мне врачи, ну, вот, возили в больницу, сказали, надо их удалять. Удалили аденоиды. Ну, после этого, как бы, у меня там неполноценное развелось, как объяснить-то. Ну, там, в детстве 7 лет, а надо 15, по идее, чтобы там было всё полноценно слизистое, там, органы. Так, вроде, операции я никаких не делал. То есть, не могу... А, один раз ещё метро. Я там стоял, они всё время делали, вот, облучали метро, я стою, мне мужик такой говорит, можно я до тебя дотронусь, до лба дотронулся, я не понял вот это значение, для чего он это сделал. И он был такой похож, вот, потом в вставках, вот, когда я делал, там, кто-то начала мне подсказывать, вот, давайте подскажу, ты со мной поделишься. То есть, посылали таких людей, я так понял. Ну, он вроде сначала угадал, а потом всё, всё, снова проигрыш. Потом мы вот назначали мне вот эти психотропные вещества, от них у меня начались эти, тоже галлюцинации пошли, я жаловался врачу, вот, а психотерапевта посылали. Она говорит, ну, я тебе слабые, даю лекарства самые слабые, ничего о них не может быть, клапиксол там, вот такое. Ну, и вот, и назначили мне вот на эту, как бы, не знаю, как избавиться от них, ну, вот этот диспансер там, чтобы наблюдался я. Ну, потом она что-то талоны всё время путала, назначали по талону, начали назначать нам. Укол мне один раз сдали в этом диспансере, что мама не горюю, я неделю отлёживался, ничего не мог делать. А, ещё они мне сделали вот так, что, вот я ли, как бы объяснить, лежал, в один прекрасный день, смотрю, что тут, рука начала неметь, потом тело всё немело, то есть, меня родители там стучали, звонили, не могли открыть, еле встал. Вот они, это продолжалось полгода, вот это, как они меня, парализовали, не знаю, потом я ездил к врачу, через силу, она говорила, там, как обычные тесты, руки вперёд, там, проведи, ой, я вижу, у тебя там руки не дрожат, ну, когда в нормальном состоянии, а в том, она говорила, ну, у тебя всё пройдёт, ну, действительно прошло, то есть, видимо, они как-то там связаны с этим, и медицина, и службы, и вот эти спецслужбы, ну, вот я там проверял, там, вот это, потом делал, там, мне этот, знакомый, там, вот эти, всякие эксперименты, там, проводили, он там всё хотел, но это защиту найти, говорит, на каком расстоянии, там, магниты, там, какие-то, ты води руками, там, определяя на какой-то высоте, и тоже мне делали плохо от этого, когда я что-то начинал определять, ну, вот это пытался, потом он мне говорит, ты это, ты это, сделай от них защиту, на время она мне помогла, там, это, вот эти две палки, там, скрипи, сверху, там, лист металлический, положи, вот, сначала, мне помогало, потом они что-то начали опять сверлить, стучать, где-то через месяц, у меня была там дыра еще в этом, ну, над люстрой там, я ее заделывал там, а не что-то там, а, и ванная там начал заделать, соседка сверху там говорит, ты что там делаешь, ты что там делаешь, тоже еще сказать-то, ну, они сделали так, что я там вот это в районе там по холмам ходил там, молился, думал, что там у этих обуви там что-то стоит, снял ее босиком, потом пытался в храм войти, а там бомж говорит, нельзя тебе заходить, ты на себя посмотри, ты весь, ты весь грязи, таким нельзя заходить, потом там, ну, я стоял на обочине, там, женщина, там, денежку там подкинула, а мне мысли были, это от бесов, ну, в общем, пускали такие мысли, это, это я вынужден вмешаться, подождите, Петр, по поводу, по поводу бомжа, а он знает, что первая заповедь, какая не о суде, это, что он сказал такое, ну, знаю, что, что, вы знаете, кто это был, это был подкупленный человек, агент спецслужб, ну, вот эти вот мафии, вы знаете, почему, потому что, потому что, церковь Христова, храм православный, божий, он создан для грешников, мы все по какой земле ходим сейчас, по какой земле, обплеванной, грязной, почему она грязная такая, потому что мы грязные, мы грешники, ее обплевали, ты посмотри, ты видел кого-нибудь, кто бы шел по земле, сейчас не плюнул на нее, нет, точно, да, ну, так а чего, после грехопадения, земля такой стала, бомж не прав, бомжу надо покаяться в начале, а потом уже, обдумать все в начале, обдумать все в начале, зачем он туда сам пришел, не осудить ли тебя, и то, что там сейчас отшкребают воск, от каждой свечи, в храме чистота такая, прямо, прямо аж пылинку каждую сдувают, а людей в нем нет, и что толку, что толку в том, когда в божьем доме нету людей, а чисто, вымета все, что они выметают там каждое утро, бабки эти бегают туда-сюда, за этими свечками, еще толку, наоборот, дом отца, моего духовного, Иисуса Христа, и вашего, кстати, создан для грязных грешников, для грязных грешников, а вечером, ночью, по послушанию, монах или монахиня, должен подмести, и это будет зачтется ему, после смерти, вот так, и ничего там страшного нет, раньше храмы были, там люди сидели, сидя ночевали, грязные люди, непередетые, и что, раньше не было таких условий, допустим, пустынные места, что в Израиле, там что, было где помыться, или что, нет, люди сидели так, и милостыню просили, и что поделать, если человек в грязи сидит, а почему монахи говорят, смиряйся, смиряйся, не смотри на плоть, не смотри на плоть, что ты грязный, грязный плоть, думай о душе, смиряйся, в этом вся суть, а бомж этот, он сам грязный, грязный, только не одеждой, а душой, ты бы сказал, вот вы судите меня, а на себе грязи не видите, ты скажи, не одеждой, ну вот они пускали, что я ничего вообще говорить не мог, боялся что-то сказать, только ты сказал бы, я не одеждой сужу, сейчас тебя обличаю, а душой твоей, о душе твоей говорю, понимаешь, ну да, если бы у меня вот такая, продолжается, они меня пускали неуверенность, в общем, какой-то, мне тоже, и молиться они всем говорят, потому что они не хотят, чтобы люди молились за душу, за спасение души, потому что они сами безбожники, и на самом деле, спросите у любого, когда мы молимся, они бесятся там, бьются головой об стенки, потому что молитву не выдерживают люди, эти соседи, спросите у любого, кто-то под психотерапием, да, я вот нашел там вот это, сайт там, ну там батюшка, он очень хорошо рассказывает, он говорит, надо считать всем 26, 50, 90, псалом, ну вслух, Иисусова молитва тоже, вот это все от бесов отгоняет, не знаю, насколько они там связаны, мне кажется, они связаны тоже с бесами, вот это все, да, они бесы ходящие в оплоти, так это же бесы в оплоти, у них бесы так, они уже сами бесы, ну вот, а, я как бы в метро вот ездил, и все время себе невесту там подыскивал, и у меня делали такой вот мысль, это все время себе там красивую девушку хотел найти, они мне пускали мысль там это, он меня любит, ну сидит напротив девушку, он меня любит, но я так и не решил посесть, много вроде таких попадалось, ну у меня какое-то было чутье раньше, вот я чувствовал, какой человек хороший, когда там, по энергетике чувствуешь человек хороший или нет, они это мне все убрали, то есть все чувства убрали, сейчас только иногда там упадается, но вот грязный человек, он чувствуется, он какой-то тяжелый от него поле идет, еще замечали, и вот и в общем получается вот эти, сейчас поселились другие, они там имитируют разговоры, кому-то там звонят постоянно, ой у меня там ноги, там бабка сидит теперь, у меня ноги болят, у меня там все это такое-то, сякое, я лежал в больнице, потом что-то, но я думаю серьезно, они не будут обсуждать что-то, что-то скрытое, они в помещении не будут это обсуждать, я думаю надо как-то, в общем надо побольше молиться, я так понял, трудиться, молиться, ну конечно, если они, такую технику, но у меня было такое чувство, я даже молился, они делали, что я даже молиться нему, вот какая-то такая сила была, вот мне еще бабушка рассказывала, она была, что-то вот на балкон вышла, и видит какой-то такой этот, высокий человек перед ней явился, потом говорила, что-то душил ее кто-то, она начала, начинал молиться, кто-то там умерший был, или еще кто-то, так, что еще хотел сказать, все время сбивают с мысли, бабушки высокий человек, она говорил, и она говорила это, меня, меня хотят отравить, говорила эта бабушка, и я удивлялся, как ее хотят, за мной все следят, меня хотят отравить, все так оно, это было уже, наверное, лет, скажу, 25 назад, ну там, как бы, был у него брат, ну он тоже там приезжал к нам, выпивал там, старый телевизор, все время ремонтировали, ему деньги отдавали за ремонт, что-то отец ему все время верил, как бы купи-то новый, потом в один раз он ему купил, он все равно сломался телевизор, ну получается как, ну в этой войне, надо, побольше информации, давайте как, в интернете все равно, как бы, это мало толку будет, надо какие-то, листовки там вот, писать, более такую, написать, ну как, проинализировать всю ситуацию, написать такую листовку, да вот, для чего они все это делают, вот, что люди не понимают, может кто-то это поймет, и как-то наклеивать, или можно, допустим, где-то, а что, все способы хороши, где-то, ну там, граффити сделать, в сети, там, в мире, или в России, согласен, тогда не буду, смотрю, и нигде такого нет, один особо в электрический ехал, Сергей Посад, там написано, было, в сети, написали, ФСБ, убивает людей, там было написано, вот такое я заметил, вот типа такого, надо, надо писать, чтобы люди, чтобы они начали бояться, по-другому никак, уже не, не выходит, все средства хороши, против этих газов, все средства хороши, надо на все, ну что, они хотят, во-первых, я вот это, и потом начал увлекаться политикой, вот это, каналы, вот эти там, смотрю, анти, ну как вот эти, которые, вот допустим, есть правда, глаза режут канал, там много критики, я не знаю, насколько он, американский, насколько он там, и вроде как часто, выпускают они ролики, вот, и там, в общем, ну вот, голосуют, дома голосуют, а показывают, а из дома там, пока проголосовало якобы 300 человек, а на самом деле, там всего бы сидело в доме 30 человек, получается, все эти законы, фикция, вообще получается, власть у народа принадлежит, но как ее реализовать, вот это вопрос, то есть, на бумаге можно все, что хочешь написать, но по факту, мы народ власть, а не они власть, то есть, они нам все, все время вдалбливают, вдалбливают, что вот эти кучки, кучки говна, что они есть власть, на самом деле, они никто, мы их все победил, о них, как я понял, они хотят вот это, строят вот эту систему, биометрия, искусственный интеллект, это все надо изучать, так а почему, почему в православном, поставленном царе спасение, почему, потому что только способен, царь православный, который объединит все три братских народа, победить эту нечисть, внутреннего врага, беса внутреннего, только так, только с Богом, что будет, было бы предсказание, что будет много, лжецарей, в том-то и дело, а настоящий царь, он будет, как бы, и прозорлив, видеть всю ситуацию, в России, но, по предсказаниям, его, антихрист убьет, я вот так и не понял, антихрист, он будет в наше время, то есть, какой-то старец говорит, якобы, это отдаленное время, ну, типа, они хотят, поделать вот эти все, всю эту систему, якобы, что уже настало, это последнее время, много там всяких в интернете, вот этих. Но я могу конкретно от себя, от себя сказать, как я думаю, как я думаю, не думаю, не знаю, а думаю, я не пророк, чтобы говорить, зная. Я скажу так, что Христос сам сказал, Сын Божий, что будет много лжепророков, которые будут, ну, от имени моего, то есть, да, много жил, жил, лжи антихристов придет, то есть, да, и я скажу так, что уже все у кое-кого готово, да, кто это делает вообще? У сионистов, уже все готово, просто им надо ввести сейчас тотальный контроль, чипизацию, а это сделает именно вот этот Машеах, антихрист, поэтому в этот век все и случится, без сомнений, а пророчествам, я только доверяю пророчествам старцев, которые давали пророчества задолго до этого времени, а этим нашим не, сейчас верить нельзя, есть пророчества, некоторые пророчества здесь, но их единицы, понимаешь, может быть одна на весь мир, на всю Русь, и дело в том, что как бы оригиналы, пророчества пытаются, ну, тяжело найти оригиналы, конечно, конечно, переиздание идет там постоянно, а вот еще есть монахини Иоанн, там какие-то предсказания, якобы, Наталья Н, вот это вот истинное, вот это истинное пророчество, я тоже доверяю, это девушка, девушке было во сне послано видение, послушай, девушке во сне было послано видение, как Иоанну Богослову, вот этой пророчестве надо верить, верить, А, то есть, если бы с ней, да, пообщаться, вот, на что с ней общаться, зачем с ней общаться, она уже сказала свое слово, и все сбывается, и сбывалось, как они воздействуют, чтобы вот это разрушить систему, а ты думаешь, подожди, подождите, а что, она не человек, что ли, думаете, на нее не воздействуют, на нее тоже воздействуют, а это от этого избавят только Господь, для этого он и придет, чтобы разрушить все эти технологии, антихриста, то есть, лукавых людей, вот этих вот, которые сатанисты, только Господь может стереть порошок, вот эту вот всю, черн, нечисть сатанинскую, с русской земли, только тогда освободиться, весь русский народ православный, только так, только так, если одного человека избавит, это ничего не даст, надо, чтобы все были свободны, все братья во Христе, и все люди остальные, которые живут на этой земле, были свободны, но это же, от этого избавить может только Господь Бог, понимаешь? Но в ближайшее время, я не вижу, что царь пришел, вот сейчас, надо просто, покаяние принести людям, понимаешь, царь не придет до тех пор, пока люди не покаятся, за грехи, прошлых своих пред, за прошлые грехи своих пред, может прийти, если там, там такая мафия сидит, если, ну, понимаешь, это же не твоему разуму дано понятие, не моему, мы лишь люди, а это промысел Божий будет, этот царь будет, помазанник Божий, а ты понимаешь, что такое помазанник Божий? Помазанник Божий, это же не просто, не просто слова, не через Бога, его сам Бог поставит, не через Бога, его сам Бог поставит, и когда такой человек приходит, ты же понимаешь, как Иисус Христос пришел на землю, на эту, к нему пришел ангел, к женщине, к Марии, к Святой Богородице, и сказал ей, что ты, ты, жена Иосифа, ты, ты родишь, младенца, имя ему будет, Христос, Иисус, вот, это, это будет, то есть промысел Божий, и с сыном Божьим, ну, нарекешевый Иисус, и с сыном Божьим будет, этот, ребенок, то есть, понимаешь, поэтому она невеста, не невестная, невеста, но вот себе и помазанник, вот себе помазанник Божий таким будет, сейчас я вот разговариваю, они как будто, а, но они мне делают, как бы стирают память еще, вот, что я не читаю, какую информацию, они как бы, ее пытаются стерей, но это у всех так делают, понимаете, это уже явление понятно, у всех они так делают, они работают, как бесы, понимаешь, чтобы информация нужная, не вылезла наружу, да, то есть, не сказал человек, так что царь этот будет, если его бог поставит уже, то он будет истинно православный, кто идет вот против власти, вот они якобы, мы там вот, блогера там, мы там против власти, там критикуют ее всячески, я говорю, ну нечестная власть, все подобное, а, и что удивительно, вот меня удивило одно, посмотри, Ильи вот старец считается переделкин, он патриарх, ну как бы духовное, патриарх его духовное чадо, он его туда пригласил, и он говорит, Путин, это от бога, не трогайте его, он все правильно делает, а вот я смотрю на ситуацию в России, и что-то не видно, что он правильно делает, и полно и мафии, коррупция увеличилась, я вам ничего не отвечу даже по поводу этого, промолчу, рождаемость, вот, если они пишут якобы в России 150 миллионов, на самом деле их 90 миллионов, завирают цифры, о количестве, я вам умный вопрос сейчас поставлю, а кто, а кто людей считал, кто людей считал, вы понимаете, кто вам говорит, а, ЗАГС, 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 про якобы, прощай, прощай, а кому, а кому ЗАГС принадлежит, кому, кто, кто Гоев считает, кто Гоев считает, а, так вы ответите, ну, кто, нет, нет, а я давайте, четверям буквами отвечу, жиды, поняли, кто подсчитывает нас, на, ну, дальше будете что-то рассказывать, вот, но, вот, хотелось бы, как бы, вот, я слышал, что есть, как бы, вот эти, но это можно, не на эфир, это, есть скрытые, вот эти камеры, да, если их туда, внедрить, эти, где там, ну, над нами находятся они, может, это и выяснится, что, чем они там занимаются, я не знаю, честно, может, или, ну, что, на границе пытал, вы, еще что-то, можете дополнить, в своей истории, что-то наполнить, ну, все, но это антихристовая система, вот, это все делает, да, потом я считал, что это, вот, как бы, биометрия, для чего нужна, она, всех, единую базу собирает, и, этот, компьютер, зверь, вот, как будет предсказанием, все будут в этом компьютере, он уже давно есть, уже давно стоит, они, принять, когда, антихрист, будет легко, воздействовать на человека, а, то есть, а кто чьи попримет, то будет вообще послушный, там, там были эксперименты, там, вот, он нажмет кнопку, и человек руку подымает, там, как робот уже становится, сейчас много этих технологий, да, Андрей, что можно еще сказать, но вот, надо все-таки искать, вот эти пророчества, настоящие, где вот их найти, если, вот, было бы интересно, если бы, вы там это все, проинализировали, на своем канале, если будет время, я, я там, к вам еще, в это, вконтакте, там, добавился, все что, хорошо, у вас все, вот, там, будет, да, вроде все, но, стучат, не знаю, что-то, не дают вспомнить, ну, а, сначала, они, как бы, я так понял, воздействовали, вот, как вы рассказывали, на людей, на родных, на моего отца, они воздействовали, то есть, он, какие-то, компании, там, выискивал, общался, вот, он, там, хороший, я его угощу, вот, на заводе Хроничева, на заводе Хроничева, он работал, там, Медведев был, потом, он, там, все, поразвалил, его, его, отправили, в это, в правительство, ну, по всей видимости, из планов, там, из ближайшей верхушки, планируется, ну, там, через, в 24-м году, они очень ускоренными темпами, вводят биометри, прям, это электронные паспорта, все, там, кто за 45 лет, типа, будет обязаловка, не будет, будет, ну, как бы, планируется, наличные деньги убрать, все, безналичные расчеты, сейчас, сейчас же все в смартфонах сидят, смотрю, там, ну, в магазине подходит, мужчина, не мужчина, а этот, из охраны, на кассу, и подносит, вот эту, бесконтактную, вот эту, оплату, через смартфон, там, они все, NFS, там, платежи, то есть, время жутко, только я не так и не понял, вот как они определили, вот долго они определяли, как они определяют, вот воздействие идет, бессонница, вот как от этого избавиться, вот тоже непонятно, к кому обратиться, и что делать, просто это не жизнь, я так понял, когда, наводится бессонница, у человека, очень сильно сокращается, жизнь, там, на 20 лет или, то есть, у меня, ну, быстро, уже старение пошло, организма, а, насчет, а сейчас вы где живете вообще, где вы сейчас находитесь, ну, в Москве, ага, вы из Москвы, так, значит, давайте подытожим, вы находитесь под психотеррором, в общей форме, сколько лет, в открытой фаре, 15 лет, в открытой фазе, да? Да. Жестко, много, я в шоке. Очень жестко, да, то есть, я один раз пошел работать, мне там родственник, ну, сходил к матроник, мощам, и он мне звонит, говорит, вот там объявление, и он меня возле себя, все время там, хотел, чтобы я с ним рядом, там работал, в институте, там преподает, всякие там любят эти, ты проверь мне там помещение, где излучение, там, у меня какие-то были способности, ну, вот они, видимо, со способностями людей, убирают способности у людей. А сейчас работают. А сейчас вы не работаете, извиняюсь. Нет, нет, не работаю, они не дают работу. А сколько лет? Лет 7 уже. Вы не работаете лет 7? Да. Это с какого года? Ну, посчитайте, так, с 12. До 12 года работали, получается. Ну, там я в знакомые, они не давали мне, а сейчас я просто в храм хожу. Я понял. Ну, как раз, в основном, как раз, как они, я хочу сказать, в 2012 году, началась открытая фаза, у всех людей начались, кстати, по большинству. А, да, да, ага, ну, вот они как бы делают, делают вот какая-то вот сила, как будто меня не пускают, меня только родители через силу там выпускают, там, говорят, выходи из дома. Сила, не сила вас выпускает, не выпускает, это называется психокодирование, понимаете, что это такое? да, вы, когда ходите по квартире, они вам стучат, вы думаете, это просто так? Нет. Ага. психокодирование, чтобы вы имели определенную траекторию, вот, допустим, он, вы идете мимо дверей, вам дверями хлопают, все почему, а для того, чтобы запугать вас, это отложка, кверху халатки, какие-то двери, вот, потом, сейф открывается, и вот смотрите, когда вы, алгоритм уже примите, психику в подсознании, он загрузится к вам, вы уже будете бояться даже на улицу выйти, вот такая вот игра у них, такая вот научная. я имею в виду, как боюсь, работа с психикой. Какая-то частота, вот, не дает даже встать, вот тяжело, вот я ложусь, и через силу встаю. А, рать, 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 меня еще, это, вот что делали, я пытался вот искать работу, там курсы, записываться, и они меня морили, наоборот, сон мне давали, то есть я ложился там в 3, просыпался в 17 часов, а сейчас у них другая тактика, а сейчас они бессонницы, меня мучить стали. По-всякому, да, по-всякому, вот только снотворные, иногда, и снотворные даже делают, что снотворные даже, стали плохо помогать. Мне вообще жесть у меня, я хотел себе, один раз я отъехал, я, улыбайся, я такой был же нерадостный человек, и ко мне птичка подходит, говорит, скоро перестанешь улыбаться, а я что-то его не раскрасил, почему это он мне сказал, ну вот после этого у меня пошли. Как вы думаете, по какой причине начался у вас, начался ад этот на земле у вас, ну, псит-террор этот? А, ну вот я с родственником начал там проверять, он мне говорит, вот идет там воздействие, проверяю вот эти поля, я начал в интернете вот это все изучать. А, просто по теме начали копаться без ничего, просто так сами решили поинтересоваться, что за поля, да? Ну, он говорит, я почувствовал, вот что-то идет, вот начал закрываться там, медным листом начал закрываться. Ну, какое-то время помогал. Подождите, а кто почувствовал, где почувствовал? Еще раз объясните, пожалуйста. Ну, родственник меня позвал, он говорит, он там изучал вот эти все акимов, там торсионные поля, о, зазвенели сейчас вот такой идет звон, как объяснить, как будто стул передвинули, или что такое. Ну, это они любят. Ну, это они любят. Ну, я отвлекаю, когда разговариваешь или что-то делаешь. И вот я даже хочу сказать, что я пытался вот раньше что-то там записывать, пытался там, полностью закрылся. А, еще было вот чего было. У меня была способность, один раз я видел, луч шел такой голубоватый, компьютер наводился. И мне стало плохо, вот это я начал изучать очень сильно, вот это про эту тему. Но они, конечно, все стерли, испаривайте. И потом, а, потом я батюшке там, пожалуйста, он говорит, ну ты исповедуйся почаще. Там наводили вот это, всякие блудные страсти, они любят наводить. Да, знаю такое. Вот не знаю, почему-то вот много, много вот пытаешься, пытался вот с девушками там познакомиться, ну, через интернет почему-то. А вживую какая-то они делали боязнь, он не мог подойти. Нет, просто я, понимаете, я часто думаю просто, что можно в такой ситуации женщине дать, во-первых, да, мужчина просто разбит, просто у него нет невозможности ничего, то есть, ну, прикиньте, мы же мужчины, мы должны женщину содержать, да, а на что, на какие шиши. В этом вся фишка. Жизнь уничтожена. На самом-то деле. Да, вот получается, они уже уничтожили жизнь. А мне один раз метро подходила монахиня, да, да, и говорит, да, и говорит, ну, еще раньше, и такая, предсказывает, у тебя все будет хорошо, у тебя будет там девочка там родится, но это все не сбылось. То есть, получается, они даже знают планы, и меняют все, портят человеку жесть. Не дают возрождаться людям, хотят уничтожить. А, они мне еще посылали мысли, что я убийца, почему-то, ты убийца, убийца все время. на работу ехал, убийца. Они убивают людей, по той причине, потому что они пытаются нам помочь, и потом они обвиняют, возможно, нас, понимаете? Как же они нас качат помочь, если убивают нас? Не, вы не поняли, смотрите, человек, который у вас в реальности, в жизни вашей присутствует, какой-то родной человек, он пытается вам постоянно помочь, они могут сделать так, могут убить этого человека, понимаете? и они как-то мне писали, помню, в интернете, когда у меня психолог только начался, с оператором мне пишет, мой, я за чем-то хотел познакомиться, там, с одной, когда-то, а вот, а он мне пишет, тебе не жалко эту девушку? Я пишу, в смысле не жалко? Он молчит. То есть, они, получается, вредят этим людям, вот, и я понял, что эти сволочи, они не дадут мне даже завязать отношения, с девушкой, но все-таки я, кое-как, ну, не знаю, так вышло в жизни у меня, что я встретился с девушкой, и она тоже под психотеррором, познакомились, вот, и очень важно, то, что, я советую всем жертвам, объединяться, если вам какая-то женщина нравится, лучше съездить к ней, познакомьтесь, потому что, нет, а я понял, почему они не хотят, чтобы человек была девушка, вот, когда у человека любовь, она тоже разрушает, вот, эти все воздействия, согласен полностью с вами, но фишка еще в том, послушайте меня, фишка еще в том, что, когда вы вместе, вам легче преодолевать этот психотеррор, вот, то есть, у вас есть источник, то есть, вам есть кому информацию сказать, то есть, у вас есть цель какая-то, а когда вы в одиночестве, вам очень сложно будет, очень сложно, и любовь, спасает, то есть, они очень боятся этого, они хотят, чтобы мы все были по раздвенствам, они могут навязывать любые темы, чтобы разрушить любовь и так далее, то есть, это их цель вообще, это паразиты, и потом они ликуют, радуются, вот я заметил, мне навязывают, да, тоже какую-то тему, чтобы разрушить мою любовь, поссорить меня с девушкой, я прекрасно это вижу, но вы знаете, когда я с ней ругаюсь, я не могу остановиться, вот, какая-то вот сила меня вынуждает это делать, какую-то тему они подкидывают, это вот они делают, так вот, бытовые конфликты, конфликты, вот так, хотя знаю в душе, что я ее люблю из сердца, но вот, все равно не могу сдержаться, как-то вот такое вот у них есть оружие, не, ну вот, сдержаться, то есть, как учили святые, это надо, допустим, или резко замолчать, там, потерпеть, ну да, либо, ну, молитву начать, и читать, это же, бывает сложно сделать, конечно, очень сложно, вот этот вот, вот этот протест какой-то, он рождается внутри, и ты хочешь выразиться, выразить это, понимаешь, высказаться, и очень сложно, сложно остановиться, очень сложно, мне кажется, эти темы, они подставляют, просто делают так, специально, и вот что делают, они говорят, вот мы постоянно там делают, вот ссоры там с родными, они там по подъезду вдруг подходят там к матери и говорит, вот что-то у вас там сын ссорится, не работает, что ли, но это ее слухи, я не знаю, а так мне в глаза никто не говорит, то есть уже пятый раз там, типа она намекает, мы тебе там больницу положим там, ты никуда не ходишь, ничего не занимаешься, ты только слушаешь всякую ерунду, мне тоже самое говорят, мать, а вот у вас, вот как по фазам это происходило, как вот вы заметили, я заметил конкретно, я был у меня онлайн проект, и я сразу отписал этим ублюдкам, кто вы и что вы, дерьмо собачье, и они мне ответили, мы такие-таки, и ты нарвался на нас, у них целая община, и тут у меня город небольшой, маленький, я вышел на следующий день на улицу, и я просто, я выражусь русским языком, да, царского размера, и я охерел, вот, понимаете? сколько этих тварей вылезло на улицу, я не ожидал, что исчадия ада скрывались, где-то в городе Гомере, и их столько на этом свете, ну, а сколько их примерно было? сотни, их сотни просто, ну да, ну они же, откуда они писали, это они не говорили, не удалось определить, где находится вот это все, в смысле писали, я просто был в интернете, за мной ходило два оператора, по онлайн проектам, и они за мной по пятам следовали, это было онлайн рпг, у меня есть была старая онлайн рпг, это World of Warcraft, это старая онлайн рпг, и уже лет 15, 18, а вот, вот мне друзья, в эту игру тоже пытались, у них какая-то там своя, это, шайка там, они там, он с девушкой там познакомился, короче, фишка не в том, фишка в том, что неважно где-то, они за мной в чат, и ходили везде, но почему-то там, они начали на меня, то есть, накатывать, то есть, да, ходить, что-то там выражаться, там, ля-ля-ля, ну пытаться, что-то, ну, писать, подбегая, то есть, можно там контактировать, это онлайн рпг, понимаешь, ты можешь, как в линейке, подбежать, там, любой онлайн рпг, и пожестикулировать, что-то там показать, ну как сталкинг сделать, вот они там это делали, я просто не выдержал, написал, кто вы такие, а потом, в тот момент, я же интересовался еще своими тематиками, конспирология и так далее, вот, и поэтому все-таки получилось, все и так и произошло, вот, и потом все, они начали меня жестко, пока, цитировать мои мысли, там, через некоторое время, и так далее, и так далее, и так далее, так я вот делаю, но болезни пока никакие не наводили, так как это, я уже седьмой год под псидеррором, как это не наводили, что значит не наводили, я встаю, у меня каждый день болит спина, и моя мать жалуется на боли в спине, она мне звонит и говорит, Андрей, если не проснулся, у меня болит спина, а я что знаю, у меня круглыми сутками болит спина, потому что, я же не могу заниматься даже спортом, это их задача, человека сделать дистрофиком, человека сделать овощем, чтобы он не занимался ничем, сидел за компьютером и все, и не выходил на улицу, это их задача, понимаешь, а выродок, который снизу там, он ходит и ставит эксперименты какие-то, но вы же разобрались, да, как это все делать, таки вот дела, в общем, Петр, вот такая вот у меня история, я скажу всем, моя история у меня на канале, если вы хотите посмотреть, можете ее посмотреть, вот, и я хотел спросить у вас еще, что вы можете дополнить, по поводу еще вашей истории, что-то дополнишь, ну, может, какие-то вопросы позадаете, а то, я не знаю, что уже спросить, просто я уже, по большинству, рассказ своего, ну, большинстве, своего рассказа, вы изложили свою историю, в принципе, все понятно, я просто хочу, вот, осозна, понять, какое у вас сейчас состояние, да, почему у вас такая замедленная речь, вы, в каком вы состоянии вообще находитесь, объясните, пожалуйста, чтобы мы поняли, что сейчас с вами происходит, как вас пытают, что ли, или что, ну, да, пытают, то есть, непонятно, вот, я обследовался, вроде все нормально, а вот, как-то вот, нормально выразиться, вот, не получается, вот, я понял, как-то, вот, когда вот начинаю общаться с человеком, вроде, что-то получается, если, если сам начинаю что-то там говорить, ну, вот, допустим, какой-то, типа, вот, в интернете, там, допустим, что-то говорили, то это получится, ерунда, ну, вот, если, если вот, жертвы, вот, такой, под сильным воздействием, они вот так и делают, я не знаю, что они во мне на такое нарушили, вот, я хотел бы, или провериться, я вот, с вами все в порядке, у вас просто немножко замедленная речь, я бы сказал, может быть, вы сонны, или что-то еще, но вы вроде в адеквате, ясно, в общем, спасибо, ну да, как бы, это, в общем, как объяснить, принял сноотворный, я сейчас на сноотворный, да, понятно, все туда, чтобы просто подписчики поняли, почему, ну, у вас такая замедленная речь, спасибо вам, Петр, за интервью, я, наверное, завершу наше интервью, подписывайтесь на канал, и так далее, да, да, пытайтесь, узнавайте, это, надо, чтобы много людей это узнало, конечно, конечно, продвигает вот на ютубе, я посмотрел, продвигает всякую, всякую дрянь туда, сует, дюбе.